всем привет сегодня рассмотрим еще один интересный экспонат из музея артиллерии и инженерных войск санкт-петербурга называется экспонат экспериментальный паровой пулемет я же думаю что эта попытка переделать древний артефакт под паровой пулемет и далее мы в этом убедимся как вы все знаете я жертвой егэ закончил заборостроительный университет и с этими знаниями попробуем разобраться что же это такое ваши профессиональные комментарии приветствуются итак исследование самых простых вспомогательных механизмов начнем обзор с этих двух ручек начнем с ближайший при вращении ручки вращался вал на вале мы видим кардан что делал кардан через эту шестерню вращался вал в настоящее время шестерни нет она отсутствует и эта шестерня входила в зацепление с зубчатой рейкой и поднимала всю эту платформу вверх и вниз здесь мы видим храповичный механизм который стопорился с этой стороны здесь храповик должен был фиксироваться узел фиксации храповика отсутствует о том что узел был свидетельствует элементы для его крепления вторая ручка аналогичная как и первое вращает вал через кардан вращает шестерню которая осуществляет простую операцию поворот устройства влево и вправо для этого на устройстве есть зубчатая рейка в виде сегмента круга шестерня вращается входит в зацепление зубчатой рейкой за счет чего конструкция поворачивается влево и вправо здесь должны быть опоры для подшипников для того чтобы эти ручки не болтались как попало обратим внимание на эти два болта длина позволяет закрепить здесь опору подшипником для того чтобы вал был на месте аналогично с обратной стороны здесь в общем то то же самое вот эти болты а вот тут видно что резьбы много но ничего нет здесь что-то было сломано откололся элемент из хрупкого чугуна идем дальше если это устройство паровой пулемет как нам пишут то где-то должна быть подача пара вот эта трубка это подача пара интересно как обеспечивалась герметичность соединения с трубой при повороте пулемета вправо и влево вверх и вниз немного отвлечемся от парового супероружия прошлого и послушаем полезную информацию дирижабли запустят в россии уже в 2026 году грандиозные планы озвучили на презентации первого в россии коммерческого проекта по возрождению дирижабле строения 7 августа в москве со слов разработчиков создается новая отрасль которая будет проектировать конструировать выпускать и эксплуатировать дирижабли этот бизнес обещает большие финансовые перспективы участникам и инвесторам на презентации показали дирижабли которые представят на российское воздушное пространство в ближайшие несколько лет в 2026 году может стать возможной перевозка пассажиров в 2027 2028 году транспортировка грузов со скоростью до 250 километров в час также обсудили возможность экспорта готовых дирижабли и технологий а лозунги на рекламных баннерах мероприятия обещали комфорта лучших яхт мира по доступной цене и грузоподъемность от 10 тонн состав проекта входит московский авиационный институт национальный институт авиационных технологий научно-исследовательский центр институт имени жуковского и другие передовые институты и организации связанные с разработкой дирижаблей аэростатов и их сертификации как мы понимаем первая летающая яхта выйдет в небо под брендом аурус компания рассчитывает на поддержку инвесторов которые станут совладельцами бизнеса и заявляет о существующем успешном 7-летнем опыте на рынке инвестиций большом бэкграунде и реализованном проекте с привлечением инвесторов из россии германии италии франции болгарии и других стран проект подходит для микроинвесторов так как инвестировать можно от 50 долларов регистрация ни к чему не обязывает ссылка в описании вот это как я понимаю кран он разобран и некомплектный а вот эта ручка здесь должна быть рукоятка кто не прогуливал уроки трудов в школе и видел напильники тот подтвердит что здесь должна быть деревянная рукоятка то есть это механизм который перекрывал подачу пара затем пар шел вот сюда здесь должна быть и гайка для фиксации но она отсутствует видно что без затяжки гайка и механизм перекошен то есть здесь внутри клин видно что внутри щель клин должен заходить вот сюда кран как на самоварах может кто знает чтобы было все герметично с помощью этого механизма видите полукруглая скоба и все вспомогательные механизмы все обеспечивала подачу пара то есть этот шток ходил вверх-вниз он подавал и прекращал подачу пара как нам рассказывают сюда подавались пули ну может быть и подавались один лоток а заглушено другой нет то есть сюда засыпали пули вероятно для подачи пуль стояли воронки вот это видимо прицел но он приделан позже видно что он прикручен на винтах и это ненадежное крепление для большого и массивного прицела плюс если просверлить слишком длинные отверстия для винтов то можно попасть в канал по которому подавались пули с инженерной точки зрения для лучшей жесткости нужно его было переместить вот сюда сделать полукруглую платформу и закрепить болтами рассмотрим этот механизм видно что это переделка и она такая довольно алиповатая это устройство возможно предоставляла доступ камере высокого давления выстреливающей пули нижняя часть его крепится с помощью гайки а вот верхний узел выполнен довольно странно через шпильку с гайкой крепится винтами каналу по которому подавались пули ну и закреплено все достаточно криво инженер так делать никогда бы не стал для крепления надо было сделать конструкцию по-другому чтобы это нормально фиксировалась это ручка обеспечивала подачу пуль с помощью вращения этой ручки механизм внутри поочередно подавал пулю и открывал канал для подачи пара на пулю ко всей конструкции есть большой вопрос вот например зачем нужен был этот кожух в виде трубы длина его огромная и избыточная какую функцию он выполняет если это действительно паровой пулемет тогда достаточно было сделать тонкую трубку из которой вылетали бы пули этот медный кожух не имеет никакого смысла если хотели защитить солдат от нагретой трубки то можно было сделать деревянный кожух кроме того медный кожух весит очень прилично из-за чего пришлось оградить весь этот огород шестернями рейками о которых я рассказывал в самом начале если поставить мушкетный ствол а его будет достаточно чтобы вылетали пули под воздействием пара конструкция будет значительно облегчена и не будет конструкция столь тяжелой и громоздкой из-за чего кстати официально отказались от этой разработки на мой взгляд секрет конструкции кроется в этом длинном тяжелом и громоздком медном кожухе как версия это производственное оборудование подавался пар или горячий воздух сверху загружалась сырье а в медном кожухе была залита вода вода охлаждала канал внутри кожуха на мой взгляд кожух нужен именно для того чтобы налить внутрь жидкость обычно так делается для охлаждения из-за веса воды и кожуха пришлось все это устанавливать на мощные шестерни зачем нужен был поворот влево и вправо вверх и вниз расскажу версию дальше кстати для пулемета углы регулировки слишком маленькие как версия что это было устройство для загрузки какого-то сырья в большой бак или чан например подавалось влажное сырье зерно сахар крахмал мука и тому подобное а по трубке подавался не пар а горячий сухой воздух сырье в этом аппарате подвергалась шоковой температурной обработки например с целью обеззараживания а повороты были нужны для равномерной загрузки сырья в емкость как пример в детских центрах есть такие пулеметы рассмотрим далее вот здесь несколько отверстий я так понимаю это от прицельных приспособлений вот интересная деталь вот эта гайка большого диаметра такой интересный момент который говорит о том что это какая-то переделка вот это замечательная деревянная подставка по логике надо ее напрямую к плите крепить то ли не было болтов то ли по каким-то другим причинам здесь поставили такой вот брусок также интересная эта трубка неизвестно она сплошная или полая и еще не понятно для чего вот это то есть это заглушено хотя внутри видна резьба на этом обзор парового пулемета предлагаю завершить на мой взгляд жертва егэ это промышленное оборудование предположительно из пищевой промышленности в 18 19 веке любили в пищевой промышленности все делать из медных сплавов а какие ваши версии пишите как всегда в комментарии а на этом все ставьте вашу царскую варежку вверх вам это ничего не стоит а я пойму что мои исследования и рассуждения хоть кому-то интересны до новых встреч пока так рассмотрим этот механизм как я понял его работу сперва самых простых механизмов вот эти две ручки что они делали кардан ну и что этот кардан что делал через вот эту шестерню вращал вот этот вал здесь шестерни нет она отсутствует и вот этой шестерни поднимал вверх вниз вот эта шестерня входила зацепление и поднимала вот эту всю платформу выше и ниже здесь мы видим храповичные механизмы которые стопориться с этой стороны здесь храповик должен был как-то фиксироваться мы видим вот этот вот узел там вот отверстие как-то можно стопориться значит вторая ручка которая вот идет оттуда через вал через вот этот вот кардан она осуществляет простую операцию это поворот как бы влево и вправо через вот этот вот сегмент шестерни и вот эту шестеренку то есть она вращается конструкцию влево поворот лево вправо дальше здесь должны быть некие устройства для того чтобы эти ручки не болтались как попало то есть видно вот этот болт вот эти два болта они длина позволяет здесь закрепить какой-то подшипник для того чтобы она была на месте аналогично с этой стороны здесь ну и в общем тут то же самое вот эти болты а ну вот видно резьба резьбы много но ничего нет здесь что-то еще было сломано все это чугун отломано так дальше идем если эта штука паровая как нам пишут что мы здесь видим вот это подача пара вот эта трубка подача пара вот это как я понимаю кран монетом разобран вот эта ручка здесь должна быть ну кого есть напильники тот знает что здесь должна быть деревянная ручка то есть это перекрываем организм который перекрывал подачу пара затем пар шел вот сюда ну что вот зачем здесь нужно вот эта резьба я пока не понял а здесь она наверное должна быть по ходу гайка снизу гайки нет чтобы сфиксировать потому что видно что механизм перекошен то есть здесь клин идет вон там видно что там щель вот этот клин должен заходить вот сюда как кран на самоварах может кто знает чтобы было все герметично дальше значит здесь с помощью вот этого механизма вот это видите полукруглая скоба вот это вот это вот это все здесь обеспечилась подача то есть этот шток ходил вверх-вниз и подавал и прекращал подачу пара то есть он туда сюда в общем дальше как нам рассказывают сюда подавались пули ну может подавались вот это одна заглушена здесь не видно там в общем заглушена это нет то есть сюда засыпались пули может что-то воронки ставили вот они засыпались вот в этот штуку вот это видимо прицел но он пределом позже видно что на винтах то есть с инженерной точки зрения чтобы для лучшей жесткости лучше его было приделать вот это вот сюда дальше вот видна переделка как я это вижу она такая довольно а-ля паватая то есть если вот рассмотрим вот этот механизм что это возможно доступ к механизму который подавал пули если нижняя сторона его на гайке болт и гайка крепится то верхняя крепится довольно странно то есть гайка болт но в свою очередь это винтами закреплено к вот этой вот трубке ну и закреплено достаточно кривовато то есть инженер бы так делать никогда не стал для крепления здесь надо было сделать какую-то как-то по другому конструкцию разработать чтобы вот это нормально обеспечивалось крепление подача пуль осуществлялась вот этой ручкой это переделка какого-то механизма паровой пулемет с помощью вот этой ручки она вращалась и внутри вот этого внутри было устройство которое эти пули поочередненно подавала но в этой всей конструкции есть большой вопрос вот например зачем нужна вот эта как бы труба толстая такую функцию выполнять если пар подавался вот сюда а здесь достаточно было сделать обычную трубку тонкую то есть вот этот вот кожух в принципе не имеет никакого смысла здесь отверстие насколько я понимаю это от каких-то специальных приспособлений дальше вот этот интересную еще вещь вот это гайка большого диаметра ну например такие встречаются на велосипедах и в принципе все возможно кто-то скажет что вот этот мирный корпус был предназначен для того чтобы не обжегся солдат на поле боя ну конечно вопрос тогда надо было делать деревянный какой-то кожух в общем так вот я думаю прицельное приспособление здесь приделали позже вот это тоже приделали позже вот здесь непонятно не хватает болтов такой интересный экспонат а еще момент который говорит о том что это какой-то переделка вот это замечательная деревянная подставка которая вот видно что ну по логике надо напрямую допустим на какой-то плите крепить то ли не было болтов то ли по каким-то другим причинам здесь подставили такой вот брусок и вот если два болта два болта крепят к плите а тут пять болтов еще непонятно для чего а трубка трубка неизвестно она полая или сплошная вот этот вот элемент в общем вот так вот да вот там опять болтов идет опять шпилек и еще непонятно для чего вот это то есть это заглушено а здесь же до здесь я так смотрю там резьбы резьба чуть-чуть видно ну вообще там резьба и это обломано для чего это пока не понятно